помимо этих особенностей спецификации нужно еще понимать структуру спецификации как она формируется формируется спецификация очень простым образом эта таблица в которой есть ну соответственно столбцы строчки и ячейки в которых занесены какие-то данные каким образом она формируется всю таблицу можно вот понимать вот следующим образом каждая строчка в спецификации это отдельный элемент вот каждая строчка это отдельный элемент допустим вот здесь у нас с дверьми и каждая дверь это вот отдельная строчка начале первая вторая третья четвертая у них может быть одинаковый набор данных но это каждый экземпляр по отдельности здесь можно как бы прочитать элементы модели размещенные в проекте а по столбцам у нас размещаются наименование параметров которые в этих дверях есть это маркировка это изготовитель это наименование уровень допустим на котором расположена дверь ширина высота коробки и какие-то комментарии даже можно добавить параметры могут быть как заполнены так и не заполнены допустим вот как в комментариях здесь пустые строчки и соответственно ячейка каждая ячейка это значение параметра для определенного элемента то есть у нас есть допустим вот какая-то дверь с маркировкой 44 это один экземпляр двери так прошу прощения это один экземпляр двери и у него есть определенные значения параметров параметры мы смотрим вот сверху по названием столбцов а значение параметров для определенных экземпляров находится в ячейках это основной принцип создания спецификации и структуры и если это понимать что становится гораздо проще потом вникнуть вообще как это происходит